Мы сегодня приехали в винограднике у Альхина. Мы за эти деньги смогли купить самсома и 2 килограмма сыра. А, сыр? А по чем все это? А, у них было собрать 7-минутка. Давай, наливай. Мы что, ждать должны сидеть, что ли? Полторы тысячи. Нет, а вы крикните просто. Подойдите сюда. Мы приехали на виноградник в Альхинске. У них в меню есть очень много сетов и разного вина. Но в наличии нет ничего. Поэтому, если у вас есть желание попить вино в Альхине, тут его делать точно не надо. Лучше купить макро 5-литровский. Винограда много. Правильно. Мне это нисколько. Так что, ехать сюда крайне не рекомендую. Обычно. Здесь, в принципе. Ничего интересного. Да, можно сделать классные фотки. Но такие же классные фотки можно сделать на полях с ананасами. А здесь комната для курения и балкончик. Виноградник в Альхине. Там, кстати, можно слоников покормить. Если у вас есть такое дикое желание. Говорят, еще на них прокатиться можно. Очень дешево. Что-то не было. Поэтому точно не могу сказать. А сейчас мы едем на слонов. Дальше. Мы будем делать маленькое видео о слоников. А это не показалось? Да. автомобильный этот ремень джумба думбол приехали сюда тут бананы стоит 100 бат чтобы соник покормить ценник такой мягко сказать это нереальный вот эти самые бананы по соточке не дешево согласитесь что цена им 1 бат максимум 2 вообще цены просто просто нереальные поэтому на этом наше путешествие виноградник закончилась вы все увидели полностью все все посмотрели все вместе с нами теперь мы едем на водопад клау посмотрим что там за красота но виноградник прям волна жить на этом заканчивается наша первая часть сегодняшней экскурсии всем спасибо что смотрели и смотрите дальше награда много он вкусный мы его тут чуть-чуть припасли себе очень вкусный виноград приезжайте сюда с пикапом как мы набираете винограда и домой табличек о том что есть виноград и рвать нет нигде